Александр Гамов, Комсомольская правда. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки вернулись еще к Украине, более подробно. А я ее и не затрагивал. Ну да, да, тем более. Обсуждалась ли Украина в формате конкретно двадцатки? Если да, в каком контексте? И как вы оцениваете нынешний этап развития ситуации на Украине? Вот нынешний, особенно, на мой взгляд, очень тревожный. Спасибо. В официальных дискуссиях в рамках двадцатки вопрос Украины вообще не затрагивался, то есть совсем, даже не упоминался. А все двусторонние встречи были посвящены фактически исключительно проблемам Украины. Должен сказать, что разговоры эти были очень откровенными, содержательными тоже и, на мой взгляд, полезными. Мне кажется, что мы все-таки смогли с коллегами друг друга лучше понять, понять мотивы действий России. И мне думается, что и до меня донесли озабоченности, свои озабоченности те коллеги, с которыми я встречался. Думаю, что это нам поможет. Насколько поможет, как быстро мы сможем решить все сложные проблемы вокруг украинского кризиса, пока не могу ответить. Очень бы хотелось, чтобы мы вместе, конечно, с нашими украинскими партнерами, без Украины решить украинский кризис невозможно, сделали это как можно быстрее. Во всяком случае, Россия будет к этому стремиться. А ситуация в целом, на мой взгляд, имеет хорошие перспективы к урегулированию. Как это не покажется странным, но всё-таки созданы структуры с обеих сторон, которые могли бы с большей ответственностью решать стоящие перед ними задачи, имея в виду прежде всего интересы людей, которые проживают на всей территории Украины и на юго-востоке этой страны. Вот это самое главное. Для России важно одно, чтобы интересы людей, которые проживают на всей Украине, в том числе и на юго-востоке, как я уже сказал, были соблюдены, чтобы они пользовались равными правами, цивилизованными правами, и чтобы их законные требования были реализованы. Но из средств массовой информации я узнал о том, что президент Украины издал указ, по-моему, фактически о экономической блокаде этих регионов, и Луганской, и Донецка. Мне кажется, что это большая ошибка, потому что они собственной рукой отрезают эти регионы. Зачем? Вот это я не понимаю. Но мы поговорим ещё с Петром Алексеевичем на эту тему. Я вот только вчера в ходе двухсторонних встреч европейским партнёрам говорил о том, что нельзя было бы допустить такого развития событий, и вдруг сегодня утром вижу, что это как раз и произошло. Но это тоже не фатально, я думаю. Мне хочется надеяться, что жизнь, практика внесёт свои коррективы в реалии. Вы вспомните наши трагические события на Кавказе. Даже в самые тяжёлые дни, месяцы до и года, можно сказать, мы никогда не прекращали финансирование Чеченской республики. Регулярно платили не только пенсии и пособия, но даже субсидии бюджету. Это выглядело даже, на первый взгляд, глуповато, потому что люди, которые контролировали там ситуацию, не только разворовывали деньги, но и могли использовать их на явно неблагородные цели. Но мы это делали, имея в виду свои моральные обязательства перед людьми. И в конечном итоге это оказалось правильным решением, потому что в конечном итоге люди, в том числе и в Чеченской республике, они смогли оценить по достоинству то, что делала Россия, для того, чтобы поддержать рядового человека. В конечном итоге, может быть, это было тоже одним из дополнительных факторов, который способствовал тому, что центральные власти России и люди, которые занимали ключевые позиции тогда в Чечне, смогли договориться друг с другом и выйти на путь окончательного и полного урегулирования. И вместе подавили представителей международного терроризма, которые прибыли на эту территорию извне. Это сыграло свою положительную роль. Зачем сегодняшние киевские власти своей рукой отрезают эти территории, я не понимаю. Ну, то есть, понять можно, деньги экономят, но это не тот случай и не то время, когда нужно на этом экономить. Так, давайте мы еще завершаем еще вопрос. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста.